Прочти, прежде чем получить кредит. Тебе нужны деньги, и ты думаешь о том, чтобы подать заявку на получение кредита? Сделай этот шаг, проявляя ответственность и прими во внимание следующие советы. Выбери наиболее подходящий для твоих нужд кредит. Независимо от того, для каких целей ты хочешь получить кредит, будь то личные нужды, ипотека, образование или бизнес, мы рекомендуем более детально узнать о существующих вариантах кредитования. Ты можешь выбрать нужный тебе продукт в зависимости от срока предоставления льготного периода, процентной ставки и комиссии, запрашиваемых гарантий, залогов или других условий. Выбери надежного кредитора. Бери кредит только в банках, организациях, по микрофинансированию или судосберегательных ассоциациях. Не бери взаймы у расставщиков. Их условия могут показаться выгодными, но в итоге сумма начисленных процентов по займу может оказаться преувеличенной. Не бери кредит на сумму больше той, которую сможешь погасить. Постарайся реально определить свою возможность ежемесячных выплат по кредиту, без ущерба для твоего привычного образа жизни. Непогашение кредита может привести тебя в судебную инстанцию, а твоя кредитная история при этом будет испорчена. Выбери подходящие сроки погашения кредита. Чем больше срок кредитования, тем большей будет общая сумма процентов, которую тебе придется заплатить. Долгосрочный кредит, напротив, гарантирует тебе меньшие суммы ежемесячных платежей. Хорошо подумай, в какой валюте ты хочешь взять кредит. Самым безопасным считается заем в той валюте, в которой ты получаешь свой доход. Сравни стоимость кредита в разных финансовых учреждениях. Проценты – это сумма, которую ты должен доплатить финансовому учреждению за использование заемных денег. Обычно величина процентной ставки кажется привлекательной, однако нужно запросить у офицера по кредитованию эффективную процентную ставку – ЭПС, которая является индикатором, показывающим фактическую стоимость кредита, и включает в себя не только годовую процентную ставку, но и комиссии, связанные с кредитом. Чтобы правильно сравнить предложение по предоставлению кредита, очень важно смоделировать график погашения для одной и той же суммы займа, одного и того же срока и метода погашения, а также сравнить ЭПС. Учитывай тот факт, что получение кредита требует времени и ряда документов. Предоставление кредита является риском для финансовых учреждений. Если ты подашь заявку на кредит для бизнеса, финансовое учреждение может потребовать предоставить бизнес-план. Не забывай, что если ты являешься предпринимателем, то помимо кредитования ты можешь обратиться к альтернативным источникам финансирования, денежным субсидиям или грантам, предлагаемым государством или международными организациями. Внимательно читай кредитное соглашение, включая текст, написанный мелким шрифтом. Прежде чем подписать кредитное соглашение, необходимо убедиться, что ты понимаешь все условия данного соглашения. Если один из пунктов кажется тебе неясным, попроси офицера по кредитованию разъяснить его тебе. Важно проанализировать все детали, так как кредит является обязательством, которое ты берешь на себя. И если ты правильно им управляешь, то сможешь воспользоваться всеми преимуществами данной услуги. Удачи!